МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Пульс города» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Покрытие, тротуары и ливневки. В Барнауле уже отремонтировали порядка 40 тысяч квадратных метров дорог. Не допустить трагедии на воде. Сколько в краевой столице безопасных мест для купания и что грозит родителям детей, которых застали одних у водоема? Для 10 с лишним тысяч первоклассников. Какие меры приняли в городе, чтобы устранить нехватку мест в некоторых школах? Больше десятка дорог уже отремонтировано в Барнауле. Но масштабное обновление улиц краевой столицы продлится до конца теплого сезона. Дороги ремонтируют сразу по нескольким программам. Самая масштабная по объемам и затратам реконструкция по национальному проекту безопасные и качественные дороги. По нему почти на миллиард рублей капитально отремонтируют 12 участков. Так, продолжается работа на улице Малахова. Там дорожники сняли верхний слой покрытия, уложили технологические и уже приступили к укладке основного слоя. Выровнены ливневки и вровень с асфальтом утоплены канализационные люки. Продолжается ремонт дороги на водозаборной улице. Началась реконструкция и улицы 1905 года. Работы на ней планируют закончить за три недели. За это время заменят дорожное полотно, установят новый бордюрный камень, отремонтируют тротуар. На оживленном участке установили дорожные знаки, запрещающие стоянку транспорта. Работает эвакуатор. Добавим по нацпроекту, на трех дорогах капитальный ремонт уже завершен, на девяти продолжается. Отметим также, что в Барнауле на городских и пригородных улицах ведется и текущий ремонт. Так уже завершены работы на Путейской и Огородной, Гетмановском переулке, улицах Новая в поселке Пригородный, Весенний в научном городке, Волжской в Борзовой заимке. Дополнительный ремонт проведут на улице Рощинская. Монтаж самого большого пролета начался на Барнаульском путепроводе. А до этого подрядчик завершил сборку пролетного строения между первой и второй опорами моста. Работа на долгожданном горожанами объекте кипит и днем и ночью. Об объемах уже проделанной работы и предстоящих планах далее. Конструкция на новом рынке все больше похожа на мост. Монтаж пролетного строения между первой и второй опорами завершен. Строители начали монтировать балки следующего пролета. Они состоят из специальных блоков, которые сейчас собирают рабочие. Совсем скоро все опоры восьмипролетного путепровода будут готовы. Активно ведутся работы и на трехпролетном. В настоящее время у нас ребята выполняют работы по армированию межбалочных швов, балок пролетного строения. Также армируем консоли пролетного строения. Это конструктивы, по которым будут выполняться в дальнейшем тротуары. Окончание монтажа всех балок пролетных строений с их окончательной обвязкой, по словам Дениса Попридухина, запланировано на середину августа. Мы начнем заниматься проезжей частью. На данных сооружениях это будет выполняться параллельно. Для этого изготавливают специальные железобетонные элементы. После их сборки и укладки начнется устройство подходов со стороны дома быта, а также укладка трамвайных путей. Напомним, мост закрыли в мае 2022 года. Его не просто реконструируют, а фактически строят заново. Когда работы завершат, здесь в обе стороны будет по три полосы для движения транспорта, трамвайные линии и тротуары для пешеходов. Стройку по плану должны завершить в ноябре 2023 года. Данил Кузнецов специально для программы «Пульс города». 25 мест вблизи Барнаула опасны для купания, предупреждают специалисты. И напоминают отдыхать лучше на официально разрешенных пляжах, где дежурят спасатели. В несанкционированных местах слишком велика опасность несчастного случая. Так в июле вне зоны городского пляжа случилась трагедия. Утонул 20-летний житель краевой столицы. Чтобы не допустить подобных инцидентов, спасатели города и края регулярно проводят профилактические рейды прямо у водоемов. Совместно с народной дружиной они раздают памятки и проводят профилактические беседы в основе своей с подростками. Нередко инспекторы ПДН выявляют малолетних нарушителей. А по закону несовершеннолетним нельзя посещать пляжи без родителей. Если подростка заметили одного, сотрудник полиции проводит с ним беседу и дожидается родственников ребенка на месте, либо уже в отделении. Купание детей в одиночку грозит штрафом или вовсе постановкой на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Всего с начала года с пляжей забрали порядка сотни подростков. При этом специалисты призывают быть бдительными всех отдыхающих, независимо от возраста. Купаться в сильную жару, говорят, опасно для здоровья. Мы на солнышке перегреваемся, у нас температура повышенная, мы окунаемся в холодную воду. Все-таки разница температур существенная. И получаем, ну, не исключены, что какой-то спазм капилляров и так далее, что может привести к спазму головного мозга, может остановиться сердце. Добавим, к безопасным местам отдыха у воды в Барнауле относят 15 объектов, 8 пляжей и 7 открытых бассейнов. Посмотреть, где они находятся, можно на городских интернет-ресурсах. Почти 900 мест дополнительно создадут к сентябрю для первоклашек Барнаула. В мэрии проработали меры для снижения напряженности при зачислении в школу. В июле завершился первый этап приема заявлений от родителей будущих первоклашек. Второй для детей, не проживающих на закрепленной территории, стартовал 6 июля. Подробности в сюжете. В школу Барнаула уже зачислено порядка 10 тысяч будущих первоклассников, но заявления от родителей продолжают поступать. На первом этапе зачисления, а он длился почти три месяца, в первой классе принимали детей по месту жительства, а также льготников, чьи родители работают в полиции, МЧС, УФСИНИ и других силовых структурах, а также чьи братья и сестры уже учатся в этих школах. С 1 по 5 июля детишек официально зачислили. Для тех, кому пришел отказ или тех, кто не успел подать заявление в первую волну, с 6 июля стартовала вторая. Этот этап предусмотрен для детей, не проживающих на закрепленной территории, и продлится он вплоть до 5 сентября. Родители смогут подать заявление через портал госуслуг, также через портал образовательных услуг или при личном общении в школе. Непростая ситуация с зачислением детей, как и в прежние годы, в индустриальном и центральном районах Барнаула. Но в мэрии приняли меры для снижения напряженности. К сентябрю для первоклассников дополнительно создадут 876 мест. На закупку оборудования и мебели средства уже выделены. Правда, в некоторых школах были вынуждены прибегнуть к непопулярной мере – увеличению числа детей в классах до 34, а где-то и до 38. Решаются проблемы в новых микрорайонах – времена года и Норд. Детей из этих микрорайонов будут возить на автобусах до 84 и 114 школы. Почему именно к этой школе? В этом году у нас открывается школа в «Спутнике», школа 138. С 1 сентября мы планируем открыть порядка 850 детей. Планируем, что в эту школу у нас поступят. Соответственно, дети из 114 школы, потому что 114 школа у нас принимала таких детей, она немножко освободится. И, соответственно, в этой школе мы сможем обеспечить места для первоклассников, те, которые проживают у нас в микрорайонах новостроя. Возить ребятишек будут 4 автобуса. В администрации города такую меру ввели как временную. После сдачи школы в квартале 2011, а это должно случиться в следующем году, дети из 114, разумеется, по желанию, смогут перейти в новую школу. Анастасия Дороган специально для программы «Пульс города». Как организован отдых для юных барнаульцев? Все ли удобства есть в летних лагерях? И стоит ли родителям беспокоиться за безопасность своих детей? Председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич вместе с коллегами в начале месяца лично ознакомилась с тем, как устроен отдых в одном из детских лагерей Барнаула. С Добрым утром! Утренний подъем, зарядка, завтрак. Затем подвижные игры, творческие кружки, спортивные секции и бассейн. В летнем лагере «Медвежонок» любой день смены выстроен так, чтобы во время отдыха дети развивались. Сейчас здесь 178 ребятишек. Комфорт и безопасность юных барнаульцев проверили председатели городской думы Галина Буевич и специалисты комитета по образованию. Такие посещения позволяют нам принимать решения и при формировании бюджета, когда мы выделяем на лагерь. В прошлом году достаточно остро стоял вопрос об организации таких санитарных зон, санитарных комнат в лагерях, о том, чтобы была и горячая вода. И выделены были целенаправленные деньги на решение этой проблемы. Проверяющие посетили столовую, медпункт и пост охраны. За безопасность детей отвечают сотрудники ЧОПа, сторожа и вожатые. Осмотрели и спальные корпуса. Их к началу сезона обновили на средстве с горбюджета. Галина Буевич подчеркнула, депутатский корпус уделяет особое внимание к организации детского отдыха. В городе 7 летних лагерей. В этом году на их ремонт и техническое оснащение выделили больше 19 миллионов рублей. Порядка 9 модульных санитарных блоков в 6 лагерях были установлены при подготовке к летнему сезону. В каждом лагере у нас работает частное охранное предприятие «Армада». Установлены кнопки тревожной сигнализации. Что касается медицинского обслуживания, то тоже в каждом лагере есть медики. Обязательно наличие врача, наличие медсестры. Также с этого года в крае повысили единовременную компенсацию до 12,5 тысяч рублей за путевку. Для сотрудников краевых госучреждений, она выше еще на 5 тысяч. А многодетным семьям компенсируют 25 тысяч рублей на отдых третьего и последующего ребенка. Мария Мацаева специально для программы «Пульс города». Во всех районах Барнаула по нацпроекту «Жилье и городская среда» активно благоустраивают дворы. Где-то демонтируют старое асфальтовое покрытие, а где-то уже установили новые детские площадки. Всего в этом году обновлению подлежит 63 двора. Какой объем работ уже выполнен и вкладывают ли в обустройство придомовых площадок деньги местные жители? Об этом подробнее в нашем интервью. Алексей Евгеньевич, насколько активно в этот процесс включены жители города? С каждым годом активность увеличивается. Если первые года, вот 17-й, 18-й год, мы, 19-й даже еще, мы, администрация города, администрация районов, прямо ходили по управляющим компаниям на собрания с жителями, не то что уговаривали, но информировали, их рассказывали, чтобы поучаствовать, хорошая программа, можно то-то, то-то получить, благоустроить свой двор. А то сейчас, скажем так, у нас по поданным заявкам на следующий год три претендента на место. Угу, серьезная конкуренция. То есть уже это выросло из сбора, уже в серьезную, практически конкурентную борьбу. Но сейчас на федеральном уровне очень активно обсуждают продление этого проекта до после 2025 года, который на данный момент у нас считается как бы крайним годом реализации проекта. И, соответственно, видя такой отклик, он не только в нашем регионе, он везде видит, такой отклик жителей, я думаю, он будет и дальше, и дальше работать. А вот скажите, жители вообще многих дворов, вот помимо основных работ, которые там предусмотрены, выбирают дополнительное благоустройство и, ну, отдают вот свои кровные? Практически все. Практически все. Вот только все зависит от того, что именно они хотят на данном дворе. Там дополнительный перечень, это вот как раз состоит, который требуется финансирование жителей. Он либо состоит, либо из оборудования детских спортивных площадок, либо парковочных зон. И вот здесь вот, ну, здесь первенство вот по этому году, кто-то, конечно, голосует и за то, и за другое. И готов вкладывать деньги полностью в комплексное благоустройство двора, что и парковочные зоны, и детские площадки, где-то что-то. Но вот по этому году вот из 63 дворов на 57 будут установлены новые детские площадки. И на 40 из этих 63 новые парковочные зоны. То есть где-то они даже, наверное, по большей части и пересекаются. Будет и то, и то. Где-то, ну, чисто по очкам, как бы детские площадки выигрывают. А кто вообще принимает дворы? Вот часто ли бывают нарекания от жителей на качество работы? И если бывает, то на что чаще всего жалуются люди? Ну, дворы принимает комиссия совместная. Там у нас участвуют и депутаты, и Барнаульской городской думы, и Краевого законодательного собрания, и представители Народного фронта, и управляющие компании, и от жителей обязательно избранное лицо, которое представляет их интересы при приемке. И, соответственно, там технический надзор, который за качество и объемы работ отвечает. Ну, и представители администрации города, и района, само собой, в обязательном порядке, как заказчик. На что жалуются? На что жалуются? Знаете, тут по каждому дому очень строго и индивидуально. Где-то какие-то моменты, которые совершенно вроде бы не зависят от проекта, программы. Вот недалее, как вчера, допустим, на одном из домов на улице Балтийской мы встречались с жителями, где приняли решение делать еще кусочек тротуара, который не вошел в изначальный проект. На стадии планирования жителям показалось, что его там не нужно. Теперь они передумали. Есть, скажем так, такие моменты, которые где-то просел асфальт. Естественно, это все надо, люди обращаются, жалуются, но оказывается, на том месте, допустим, был погреб в свое время, плохо засыпанный. И все это нужно, на стадии строительства невозможно было определить, что он там был когда-то. А потом, когда уже машины начали стоять на этом месте, уже вот пошли эти. То есть, ну, в каждом дворе могут быть индивидуальные. Свои, в общем-то, какие-то недочеты. Свои, да, да. Где-то вот, большей частью, это все решается на 90%, если не больше, это на стадии вот работы. То есть жители видят что-то, хотят уже не по проекту, не по бумаге, а уже вживую это видят, что-то хотят изменить, что-то видят, обращаются. И мы всегда идем им навстречу, чтобы привести вот проект двора максимально в то соответствие, как и хотят видеть именно жители. Когда начнется сбор заявок на благоустройство дворов уже, которые вот в следующем году, да, работы предстоят? И вот по предварительным прогнозам их число уменьшится, увеличится? Заявки мы принимаем до 1 мая. Это связано, то есть на 24-й год прием заявок уже закончен. Сейчас в любой момент можно подать заявку на 25-й уже год. Связано это, что до 1 мая с тем, что необходимо, соответственно, изготовить сметную документацию, изготовить и проверить проектную документацию. Все эти, вот было огромное количество заявок в этом году, по три претендента на место, все их необходимо проверить. А все проходят заявки, встречу на общественной комиссии в администрации города, где приглашаются жители, свои заявки защищают. Они их оценивают в Бальнам и вот уже, соответственно, к осени, чтобы пройти весь этот процесс и подготовить, соответственно, конкурсную документацию на выбор подрядчика. Чтобы он уже весной, в теплый период мог спокойно зайти, никуда не торопясь. Ну, не меньше их будет точно, наверное, да? Я думаю, да. На 25-й год тоже. В Барнауле продолжается плановое благоустройство парков по нацпроекту «Жилье и городская среда». Так, в Изумрудном уже почти готов будущий амфитеатр. В Центральном скоро запустят обновленный фонтан, а в Юбилейном завершат этап основного благоустройства. Какие обновления на радость горожанам еще появятся в парках и все ли работы идут по графику, узнаем далее. Глобально этим летом меняется Центральный парк. Там уже выложили пешеходные дорожки, провели проводку для освещения и смонтировали каркас беседки возле фонтана. Ход строительства оценил замглавы города Антон Шламенцев. Завершается и реконструкция главной изюминки парка – фонтана. Запустить его в тестовом режиме планируют в августе. Далее – уличная отделка и освещение. Работы идут с опережением, рассказывает подрядчик. Поэтому сдать обновленный парк получится уже в сентябре. Особую пышность этим летом приобретает Изумрудный. Большую часть его объемных работ завершат в августе. Так реставрируют центральный вход с колоннадами, стараясь сохранить исторический облик ворот. Из современного добавили ограждения со встроенными сидениями. А в гуще парка из фундамента уже залита сцена и зрительские места. Это каркас строящегося амфитеатра. Из финальных штрихов здесь также доделывают пешеходные дорожки. Готовность мы ожидаем к середине августа. И уже процент выполнения нам говорит о том, что никаких проблем с этим не будет. Работы здесь в основном связаны, конечно, с плиточным покрытием, с устройством дорожек. Но есть такие работы, которые более капитального характера. Например, амфитеатр. Под нему было серьезное сооружение, стальные каркасы, фундаменты. Все это будет обшито в единую стилистику с парком деревом. И в дальнейшем будет использоваться всеми посетителями. А в юбилейном приступили к асфальтированию велобеговой дорожки. Это более 70% от общего объема работ. Напомним, благоустраивают парки Центральный и Юбилейный по нацпроекту Жилье и Городская среда. Также за счет средств краевого и городского бюджетов продолжают благоустраивать парк Изумрудный. На все парки в этом году выделено более 350 миллионов рублей. Мария Мацаева. Специально для программы «Пульс города». Чуть больше месяца осталось до празднования дня рождения Барнаула. В этом году городу исполнится 293 года. Очередную дату решено отпраздновать широко, но не помпезно. В основе праздничной программы мероприятия, посвященные горожанам. Так, слоган торжества звучит как «Барнаул – город умных, талантливых и сильных людей». По традиции будут чествовать лучших студентов и школьников, одаренных воспитанников музыкальных школ и школ искусств, детские творческие коллективы. Откроет обновленную доску почета, слава и гордость Барнаула. Центром праздника станет площадь Сахарова. Здесь пройдут большая концертная программа и спортивные мероприятия. Задействуют и другие площадки. На Мало-Тобольской проведут туристическую выставку и фестиваль еды. У Старого базара межрегиональный турнир по единоборствам «Алтайское сражение-2». Добавим, что праздничные мероприятия организуют во всех районах города. Завершит день рождения Барнаула яркий фейерверк. И это лишь незначительная часть новостей, которыми живет краевая столица. Держите руку на пульсе города вместе с нами. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова